Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 94. Насчитывается Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта и с комментариями по нашему трехтомнику. Это наше издание, второе, трехтомник. Новый Завет с толкованием. Вот как он издан. Закладками. И здесь несколько... То есть такое издание впервые за 2000 лет вышло. По той причине, что здесь толкование вместе с откровением. Одно откровение занимает 434 страницы. И лучшего иллюстратора взяли в Библии Гюстава Доре и раскрасили. Это наша раскраска. В полный лист, без обрезов. 280 фотографий. Считает Колесников Никита. 1 Тимофея 6.16 Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Толкование Блаженного Феофилакта. Господь один имеет бессмертие по существу. Ангелы же, хотя и бессмертны, но не по природе, а по благодати. Итак, они не имеют бессмертия, но причастны к бессмертию. Неужели Он местом определяется? Или одно свет, а другое Он сам? Конечно, и Он сам свет. Он говорит, видишь ли, на какой степени бывает немощным язык, когда мы хотим провещать что-либо великое. Вот это хорошо. Немощный язык. И нельзя так... А вот написано. Златоуст говорит, не показывай написанное. Не показывай. Дай смысл написанного. А смысл написанного, это все надо видеть. Есть такое выражение. Все, что написано в Библии о Боге, под человеческим понятием, это не так выглядит. Он говорит, воссел на Херумив, полетел. Он не может, Бог, сидеть. Он не может стоять. Он наполняет всю вселенную. Миллиарды галактик. Везде Бог. Ну как Бог? Да что, он в аду, что ли? И в аду. Сойду ли в преисподнюю, 138-й Псалом, и там ты. Переселюсь ли на край неба, и там рука твоя поведет меня. Нет места нигде, чтобы Бога не было. А тут, говорит, простру руку мою. Да у Бога нет руки. Бог не гневается. Бог бесстрастен. И люди не понимают этого. И когда начинаешь говорить, согласно истине этой, ну написано, что можно сказать, отойди от него. Писание послужило в погибель. Иудеи день и ночь изучали Писание, и они изобразили Христа таким, с толкованиями, у них очень хорошие толкователи были, что когда пришел к своим, и свои не приняли, он не такой. Вот написано, он должен быть такой, он должен такой быть, соблюдать закон, он это нарушает на каждом шагу. Да какой же этот спаситель? Явно дело, что обманщик. Они Пилату так и сказали, поставь охрану, ибо этот обманщик, когда был живой, говорил, что воскресном третий день. Образ Христа не совпадал с тем, что есть. Так и сейчас. Когда говоришь о евангельской вере, православие совершенно не совпадает. На каждом шагу добавление, добавление, добавление. А почему? Потому что истина сокрыта. Ну а почему? Дух Святой покинул. Почему? Почему? Они считали себя лучшими в мире, а Господь, говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. Как? Не к погибающим, а к погибшим. А погибшие, вот представьте, одна овца, другая, одного тут на лесопилке брали, он овечек держал, доски-то. И он, говорит, ночью овечек отравили. И показывает, там сколько у них, 20 или 40 овечек было, все мертвые лежат. Насыпали в кормушку яду. Почему? Зависть. И вот это, где их, если вынесли, не закопает. Это называется скотомогильник. Скотомогильник, это сегодня православные храмы. Скотомогильники, самое настоящее. Почему же скотомогильники? Давид говорит, когда я не разумел, как скот был я пред тобою. А Златонус говорит, хуже скота сравнивает людей, когда в храме разговариваете. Кучи навоза привезли. Я не вижу людей, я вижу стадо лошадей. Да как же так? Он сравнивает со свиньей, со львом. Все лучше. Наконец сравнивает с демонами. И тогда, говорит, хуже. Потому что демон не прелюбодействует. Демон не сребролюбствует. Если бы я сказал, то это вообще заговорился. Но это говорит Иоанн Златоуст. И он доказывает это. И здесь говорится, что другое, третий смысл какой. Прямо говорит, что когда мы хотим провещать что-либо великое, бывает немощным наш язык. И не надо придумывать. А вот написано, земля стоит на столпах. Нет никаких столпов. Это означает твердо не поколеблется. На каждое слово цепляются. Они ума, не говорится, не совести, ничего нет. Почему? Грехи закрывают понимание. Только грехи. Но Антихрист придет, и у людей узнает. Редко кто узнает. Его примет весь мир. Но почему? У него третьего глаза во лбу не будет. Как Иприм говорит, тайна благочестия сия велика. Это означает, что благочестивым открывается истина. Так и здесь. Благочестиво живущие, они сразу его определят. Вот об этом Владимир Сергеевич Соловьев и пишет в трех словах об Антихриста. Ну, маленько, да доверься Богу. Жили как попало, жили хуже свиней. И теперь претензии на то, чтобы я понимал. Еще врать, ты будешь понимать. А Дух Святой не открывает. Все извращенное. Находят лживых учителей, сатанистов. И за ними идут. Считают себя христианами. Дожились, доехали. Считаем дальше. Не приступил сей свет. Да, потому что по причине безмерного его пристания никто приступить к нему не может. Не может. А он бы сидел на хирургимах. Почему? Давид видел хирургимов? Нет. Отца видел? Нет. Есть икона. Старец сидит. Рядом там Дух Святой в виде голубя. Икона-то запрещена. Ее нельзя рисовать. А она в храмах везде нарисована. Почему? Дикость. У нас Покровский собор один такой. И хорошая картина. Христос разговаривает с самарянкой. И рядом краник и вода тещет. Я говорю, какой краник? Когда колодец глубокий. Она говорит. Настоятель, да. Он даже не знает, как будто бы. А был благощиной с властью, как сказали. Их таких четыре было на весь Советский Союз. Власть больше, чем у митрополитов. Войтович, отец Николай. Город Барнаул. Тут же закрасили, замазали. В другом месте я вижу. Большая картина. Из гроба выходит лазер. Руки раскинул веселые. И люди стоят где-то. Какие руки? Господь говорит, развяжите его. Какие руки-то? Правда. Дальше я показываю. И нарисовали его там какая-то чаша стоит. Да нет этого, из гроба. Настоятель махнул рукой. Да тут наняли каких-то пьяниц. Они рисовали. А теперь что делать? Ведро краски покупить и замазать. Замазали. Ты посмотри икону. Вот в Новосибирске огромная икона. Страшный суд. Сатана цепями тащит людей. Первый кто на цепи? Епископ и патриархи. Вот ведь как. Все там будет по-другому. А почему? А здесь каждый подложится под своего. Каждый. Каждый набирает свою команду. И все эти учителя лживые. От сатаны. И они говорят, как говорят, пудрят мозги людям. А он не понимает человек ничего. Вляпался туда, вылезти уже не может. Почему? Раскаяния нету. Нету. Вот почему и нужно иметь общение со святыми отцами. И при том понимать и их еще надо. Далее. Кто есть по божественности? Он виден, был и есть только по человечеству. Святой Иоанн Златоуст понимает так, что в вышесказанном говорится о сыне, а в последующем преимущественно об отце. Хотя слова эти приложимы и к сыну, и к духу. Итак, если держава его вечная, то ты не должен бояться, хотя она теперь и открывается. Если честь его вечная, то ты не должен отчаиваться, хотя теперь его и не почитают. Безукоризненно мы можем это только делать. То есть славить его, а не любопытно исследовать его. Не любопытно исследовать, там какая земля, какое небо, тверди. Зачем тебе исследовать? От этого ничего не зависит. Прочитал и все. А ты исследовал? Никогда. Никогда. Я никогда с католиками не спорил. А исхождение Духа не разу за 54 года. Почему страшно? Я чтец, имею право заходить в алтарь. Я не захожу. Меня в алтаре никто не видел. Почему страшно? А до страха никакого нету. Ни знаний, ничего нету. И каждый начинает новая секта, новая секта. Вот почему святые отцы, 6-й вселенский собор, 19-го правила, запретили читать что-либо вопреки Святой Библии. Вообще не надо тебе ничего. Как Грибоедов говорит, если зло пресечь, собрать бы книги все дожечь. Дальше. Благовремение. Благовремение апостол изъясняет здесь учение о Боге. Ибо так, как Он признавал Бога во свидетели, то и описывать славу Его, чтобы больше тронуть слушающего. 1 Тимофея 6,17. Богаток в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильное для наслаждения. Толкование. Вот некоторые за это хватаются. Для наслаждения. Ну и наслаждаемся. А что имеет в виду для наслаждения? Чтобы человеку было приятно. Вкусовые качества. Мы даже не понимаем, едим. Я вот с одной встречался, а ее облучение было, что это рак там где-то на щеке или где. И все эти присоски на языке были убиты. И она говорит, ем все. И все не к душе. Ну думаю, поем капустки соленые. Поем, нет. Вкусовых-то качеств не хотим. Мы даже не понимаем. А тут все это определяется, какое горькое, сладкое там обучение. Мы должны научиться оценить то, что дается всем. Как я вижу. Но вера не от видения. Православные все видят. Так и икону надо. Вера от слышания. От слышания скрыли. То есть абсолютно не евангельским путем идут. В православии самое страшное, что вход в церковь неверный. Притом абсолютно неверный. Через мочение лба. А написано вера от слышания. И Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Деяние 2.47. Далее. Толкование. Есть и иные богатые. Но не в нынешнем веке, а в будущем. Это праведное. Ибо богатство возбуждает надменность и тщеславие. Тотчас смиряет их. Чему, говорит, гордится тебе опорой неверной, легко крушимой, нестойкой? То есть воздух, воду, свет, перемены года, времена и все прочее дал с большей щедростью, хотя в своей корыстие все приписывает себе, что получает. Отсюда научись, что бог обогатил человека, давший ему все безраздельно. Поэтому напрасно кто-либо печалится тем, что беден. 1 Тимофея 6.18. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Толкование. Из общего наставления увещевай их благодетельствовать. Вытекает и следующее. Если хочешь обогатиться, обогатись в благотворении. Вот здесь, что сказал, какие люди должны быть, люди все должны быть добрыми делами, богатством. Что может сделать человек, который в горах один живет? Не может. Быть щедры не может. Быть общительным не может. И ставит Арсения Великого. Кто бы ни пришел, головой в землю воткнулся, ни с кем не разговаривает. А знания, выше его никого не было в двух империях. В той западно-восточной части. Воспитатель старских детей. Ни с кем не разговаривает. А почему ему голос послышался? Бегай людей, молчи. То есть все кверх ногами. И он, знающий Слово Божие, он явно делал. Бегать от людей кто повелевает? Когда Господь говорит, идите в мир. Сходится? Нет. И далее. Благовествуйте. А здесь молчи никому не говори. Зарой таланты. Великий. Его прославляют как великого. Слово великий приписывается только 17 человекам за 20 столетия. Серафим Саровский невеликий. Златоуст невеликий. Просто златоуст. А это великий. И делать все наоборот. Как сейчас. Дороже поста и молитвы. Ну, представьте, Господь дает оружие. Самый сильный противник дьявол. Но его надо сразить. С ним не бороться надо, а поражать. Написано. Вскоре поразит под ноги ваши. Римлянам 16-20. Ну, а как оружие? Поста и молитва. Другого нет. И вдруг приходят люди и говорят, дороже еще есть оружие. Да не может быть, это самое лучшее. Дороже. Дороже. И вдалбляют в мозги. И полторы тысячи лет люди делают наоборот. Почему? Послушание. А Ави дороже поста и молитвы. Я был в монастырях. Я говорю, у вас это есть. Вы сатанинским учением пользуетесь. Это сатана вышибает оружие. Самое страшное оружие ему вышибить как? Как? Через человека, через монашество. В миру этого нет. Потому что ни поста, ни молитвы нет. А там пост и молитва есть. И поэтому вышиби. Дороже, он сказал. Не рассуждай, делай. Что непонятно-то тут. Я ничего не добавляю. Наивысшее оружие Христос. Сказал, ну, Господи, есть что-нибудь выше? Нет ничего. Только постом и молитвой. А бери пост, неделю не ешь, не пей. Врата рая откроются. Как это было в житее Марии Египетской. Говорю, Евдокии. Я ничего не знаю, никак. Герман говорит, я монах. Не ешь и не пей. И увидишь ангела. И уже на четвертый день. Да я, конечно, в глазах там мельтешилась. Ты что угодно говори. Я считаю, житие святых. А дальше она будет мученица. Были щедры. Это относится к деньгам. И общительны. Это относится к любви. Под общительными, разумею, разговорчивых, приветливых людей. Вот наоборот. Ну, биографию. Просчитайте его, и вы увидите. Что? Никто не мог подсказать. Да что ты делаешь, Арсений? Люди идут издали и дальние. Придут к нему через всю пустыню. Ни слова. Ни слова. Желают увидеть его царь. Деваться некуда. Придется открыть. Но если я тебя открою. Тогда придется и другим открывать, разговаривать. И тот понимает, что действительно прав он. Тогда и с другими будет встречаться. А вот эта встреча-то как раз бы помогла бы раскубарить. Не тут-то было. И сидит. Да, да. Я бы хотел к нему повидать. Все-таки на моей территории монастырь. О нем много слышал. Никак. Ни под каким видом. Кто заблокировал? Нам можно было вытащить из этого. Нельзя. Потому что ему вначале голос послышался. А потом еще. И он только закрывался. Когда приходил. В отдельном месте становился в храме. Туда и обратно. Никто не имеет права с ним разговаривать. Почему? Блокировка. А от кого она может быть, когда вопреки Писанию-то? А что? Анафема. Анафема тут на каждом шагу ему была. Считай Галатом 1.8.9. Павел говорит. Тоже ангел с неба. Но это нельзя вообразить. Это гиперболично. Но и тогда ему Анафема. Все 12 апостолов. И будут говорить не так, как я учил. Анафема ему. Не бойся их. И все, которые учат по-другому сегодня. Твердь, вселенная. Там все. Анафема им. Я до конца дошел. Кто это все сделал? Ненавистники Христа. Лютые. То есть сатанисты. И попадают к ним под зависимость. И разблокировать нельзя никак. Только он сам должен. Дверь изнутри открывается. Почему? Когда художник нарисовал картину явления Христа. Когда все стоят у двери и стучат. И одному показал. То тоже художник. Он говорит, тут недостаток один. Скобки нет. Она говорит, это специально. Она изнутри не открывается. Снаружи не открывается. Надо изнутри, чтобы человек открыл сам. Смысл-то? Залаживает в одной скобке вся картина. А здесь ничего нет. Дальше. 1 Тимофей 6. Собирая себе сокровище доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Толкование. Где есть основание, там все твердо и неподвижно. А так как благо добродетели и будущего века постоянны, то апостол и упомянул при всем обосновании. Ибо совершение добрых дел, которые он назвал основанием, может доставить наслаждение он и жизнью. 1 Тимофей 6.20 О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания. Толкование. Все мною тебе заповеданное храни, так как это суть заповеди Господней. Ничего из этого не убавляй. Именно нечистых и грязных. Следовательно, бывает пустословие и нескверное. Значит, нечистые и грязные. Соворожение какое? Так это же духовное. Вот и есть они, нечистые и грязные. А почему? А к нечистому грязному это и пристает. Живем блудно и ищем святости. Сначала нужно осудить самого себя. Гнев направить вовнутрь, как говорят. Вот тогда это покаяние. Покаяние это гнев, направленный вовнутрь, чтобы сожгло все. Я гнал церковь. Я не достоин назвать. Уметь переменить, это не так показать. Я твердый, у меня ничего не изменяется. Это означает погибший. Там, где Христос, там непрерывно может быть все меняется. Обстановка изменилась. И он уже по-другому. Сразу. Никогда ангела не видел. Ангел говорит, приветствует его. Он в яме сидит. В яме давят виноград. А он в яме с зерном сидит, колотит. Почему? Как осень. Мавитяне приходят и смотрят, где кто. Их готовое зерно загребает. Ну как, пруд разверстка. Пошел. И он сидит там. Ангел подошел. Он не знает, что ангел. Ангел говорит. Приветствую тебя. Муж желаний. Добрый муж. Сильный. Ну что на это ответят? Здорово. Он бы ответил. Он сразу. У него сразу же вышла боль наружу. Если я такой и такой. Так почему же я здесь сижу-то? Враги царствуют, а не мы. И дальше будет разговор и победа. Кто это? Гедеон. Гедеон. Надо даже в приветствии научиться видеть. А я бы так ответил. Да не ответил. У меня ума нету на это. А почему? Дух Святой его взял и сказал. Приветствуешь меня. А приветствие не соответствует действительности. Мы врагов боимся. Вот нож надо наточить. Все оселки все забрали. Ни одного наждака нету. И мы должны идти брать разрешение уполномоченным по религиозным культам. Кому слово о Боге сказать. А иначе посадят. Вот закон яровой у него у сатаны есть. Справками обложитесь. И тогда идите благовествуйте. Библию, чтобы только кто патриархию издастся. Другие не берите. Арестовывайте. На таможнях арестовывайте и сжигать. Неужели непонятно кто это? Кто мы? Гедеона не хватает. Который разрубил бы этот узел. А церковь степела с властью. Власть этот полетит. Тартарары и церковь вместе с ней. Потому что она заодно стала. Совершенно обмерщенная религиозная структура. Выступает патриарх, епископ. Слушаешь 20 минут. Слово Христос. Нету. Библия вообще никогда не бывает. А это два только слова. Мартин Люкер это понял. Человек неправославный. В мире есть одна личность. Христос. И одна книга Библии. Все. А все остальное только на это направлено, чтобы поднять авторитет Христа и Библии. Нам еще далеко-далеко. Когда они возникли протестанты? А их сегодня в три раза больше, чем православных. Почему? Потому что они идут и благовествуют. Вот это видел или не видел даже на фефилакты? Не знаю. Но он везде ратует за проповедь. Таких фефилактов нам не хватает. Вот об этом надо молиться. Далее. Святой Иоанн Златоуст разумеет под всем словом новизны в учении, написав, как кажется, это слово. Ибо где нет веры, а все есть плод человеческих разумений, там нет знания, и ложно употребляется это название. И прочитаем еще раз. Где нет веры, веры-то в Писании нету. Люди находят человека скверного, сатаниста, человеческих разумений там. Вот он по-человечески, да, там будет в молекулах где-то копаться. Там нет знания, и ложно употребляется это название. Профессор, это ложно. Ну, прочитайте один раз. Возьмите себе. А тебе это понятно. С первой минуты было понятно. Я только начинаю считать, мне это не надо. Потребуется на студию? Уже нет. Я сразу отметаю. А если беседовать, готовиться, тогда я поневоле. Как вчера целый день провел над одним сатанистом. Чтобы помочь ей рассказать, кто он такой, почему обращает православных, они туда лезут. И Господь открыл до последней ступеньки, дальше разбирать уже нечего. Все. И рога, и хвост, и копыта, все на поверхности выплыло. А человек его слушает. Он же не христианин, он ученик его. Почему святые, у кого учились, считались его учениками. И так теперь. Ты ученик. А как вы можете? Вы Моисеевы. Они говорят, мы Моисеевы ученики. А сами Моисеевы закон-то и не понимали. Далее. Заметь. Заметь, что бывают прикословия. То есть прикословия будут противодействовать этому. На которые не должно даже отвечать. Напротив, избегать их. И не сходиться с людьми, готовыми на прикословие. Даже не встречать. Только посчитать, что ты такой-то слабый, не мог устоять. Зачем тебе думать? Не встречать. Не считать. Это блевотина. Столы наполнены отвратительной блевотиной. Блевотине это уже не сутки, а десять лет, и ты все глотаешь и глотаешься. Да кто ты такой-то? Смердишь на земле. 1 Тимофей 6, 21. Которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. Вот, предались. И теперь что, они верующие? Нет, они уже давно не верующие. Уже уклонились. Да как же я крещение принимал? Так ты это-то не говорил. Грех там и остался. Отсюда теперь все остальное на вороты. Все, даже самое маленькое под сомнением. А знал вот эти слова, что это грязное и противное? Нет. Ты знал, что этих людей слушать надо? Нет. Ну поэтому сегодня надо принести покаяние. Притом немедленно. Пока еще мозги шевелятся. Толкование. Тот, кто следует одним человеческим разумениям, неизбежно не попадет в такт и в цель веры. Так, так, то есть идут все. А тут все не в ногу, один ты в ногу идешь. Не может этого быть. Ибо вера не допускает умопостижений. Ум нельзя это постигнуть. Нам нужно принимать и, как понимается, смотреть, какие открытия Бог открывает. Все. Вот один стоит, рога у него, а он теперь все остальные ученым Бог открывает. Это не ученые никакие. Нет. То есть этот человек принимает. Еще можно это сказать. То есть благодать Божия, данная на открытие всего этого, отметается. То есть он отметает Божий Дух. Ты дальше глянь. А он что-то дал, сделал, изобрел тебе облегчение в жизни? Нет, конечно. Открыл тайны? Нет, конечно. У него ничего нет. Ты посмотри на его физиономию. Посмотри. Он антихрист. И прямо Бога нет. Христианство это жидовская секта. Все. И мы его слушаем. Да как мы по земле еще ходить можем после этого? Вот отсюда родноверие. Отсюда все эти приехали к нам рыбниковы, твердохлебы. Думаю, что все это апостол говорит об известных в то время гностиках, которые были исполнены всякой нечистоты, которые он и назвал скверным пустословием. Вот что это такое скверное пустословие. И они, эти люди, лишаются друзей, Слова Божия, общения с церковью. Ни одного священника нет, чтобы шли за ними. Он сразу делается антихристом. Ни одного нету. Как это непонятно? Все архиереи. И все за ними. Все сбились с толку и не понимают. Ты один понимаешь. Ты думайся в это. Что, рехнулся совсем? Ни одного епископа нет, который шел бы за ними. Ни одного во всей вселенной. И не было за 2000 лет. Чтобы так понимали, как эти антихристы. И этого недостаточно. Ясное дело, что ты давно-давно уже не христианин. Из них представителем этой ереси был Николай. Один из семи дьяконов. И он не боится это сказать. Хотя его избрали апостолы. За впечатление всего благожелает ему благодати, коею подается и хранится всякое благо. Ею добудем причастными и мы все, не погубляя полученных от нее благ, но ею сохраняя их из славы Христа. Благодати подателя, со Отцом и Святым Духом. Тому слава во веки веков. Аминь. Второе послание к Тимофею апостола Павла. Стих первый. Глава первая. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе. Толкование. Тотчас в самом начале ободряет душу. Не указывай мне, говорит, на здешние бедствия, а не доставляет нам вечную жизнь. Мы сделались апостолами для того, чтобы умереть и жить вечно. Чтобы Тимофей вместо утешения не был более печален, услышав, что учитель в опасности. Он этим и в самом начале утешает его. Если же жизнь обетование, то не ищи ее здесь. Это есть жизнь во Христе Иисусе, то есть со Христом, потому что Он дает ее нам и ее содержит. Ибо телесная жизнь в яствах и питьях, а духовная во Христе содержится. Он для нас все. 2 Тимофея 1.2. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Толкование. Можно быть и сыном, но не любимым. Между тем Тимофей был возлюбленным и без сомнения за свою добродетель. Этим, таким образом, апостол показывает, что Он оставляет его не потому, чтобы гневался на него или презирал его за что-нибудь. Нет, ты, говорит, возлюбленный мне, но сила и необходимость заставляют оставить его. О чем молил Бога прежде в первом послании, а то молит за него и теперь. Итак, относительно этого места прочитай в первом послании. 2 Тимофея 1.3. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Толкование. Видишь ли, чрезвычайную любовь. Благодарю, говорит Бога, за то, что, любя тебя, я помню о тебе. Это и есть истинная любовь, когда кто-либо восхищается своей любовью к другому. Как чистую совестью, когда вначале он не знал Христа. Он говорит, как с чистой совестью-то? Ударение совсем неправильно. Так, говорит он, или под совестью, разумею, здесь жизнь, ибо хотя и удействовал, но по жизни был безупречен, или потому, что когда гнал церковь, гнал по ревности, а не по человеческим каким-то побуждениям, как иные стоят за ересь славы ради, вполне сознавая ее гнилость. Это гнилье все, чем ты рот набил, человек. Идешь за какими учителями. А здесь, как говорит, два выражения. Или, или. То есть и так можно понимать, и так. Так он же гнал. Гнал по ревности, я не знал. И теперь я раскаялся. Он раскаялся. А это нет, раскаяния нет. Раскаяния нет, Дух Святой покинул. Вход в Царство Небесное закрыт. Говорит же он о всем этом, как бы внушая. Не подозревай, что у меня одно на уме, а другое на словах. Чиста у меня совесть, как всегда, так и ныне. И так я не лгу, говоря, что люблю тебя, всегда помню о тебе. Благодарю Бога, что помню о тебе. И не просто, но в молитвах, и ночью, и днем, прося за тебя, Бога, чтобы исполнилось мое желание, желание видеть тебя. Поэтому, как я лишил бы себя такого удовольствия, добровольно, если бы только мог прийти. Но почему апостол явно не говорит о причине, о том, что он задержан Нероном? Потому что, чтобы вдруг не опечалить его, под конец же он открывает эту причину. Второе Тимофей 1,4. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости». Толкование. Так расположи слова, желая видеть тебя, дабы мне исполнится радости. Потом средние слова, вспоминая о слезах твоих. Ибо если бы я был от природы крайне недружелюбен, то и тогда слезы твои, пришедшие мне на память, были бы в состоянии склонить меня к тебе. Вероятно, Тимофей, разлучаясь с Павлом, плакал больше, чем дитя, отнимаемое от кормилицы. Дитя от кормилицы, не отнимаемое. А кормилица часто, видно, пользовались, потому что были рабобладельцы, и свое дитя недокармливали, а груди выкармливали чужого ребенка. А что интересно, вот так здесь, если породистая собака и принесет много щенков, она не может их выкормить. Поэтому в это время находят беспородную, какая-то бродяжка, в ней забирают щенков, а этого дают, а запах-то другой, она сразу его задавить может. Поэтому ты должен сначала подавить эту собаку, которой подкладываешь, и обтереть этого щенка, который подкладываешь, и подстилка, на которой лежит эта приемная мать, обтереть щенка, она его сразу понюхала, и ее, она же не понимает по цвету. Даже здесь, в животном мире, и то надо знать, как поступить. И здесь необходимо точно так же. Тебе сейчас необходимо, человек, если ты увлекся чем-то, святыми отцами Библии, все это молоком божественной мудрости, напитать душу. И тогда ты поймешь, вот он где мой Господь. А душа моя забыла Бога, что я делал? 2 Тимофей 1.5 Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Луиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Толкование. Желаю видеть тебя, не только вспоминая о слезах твоих, но и о вере твоей нелицемерной. Ибо это самая важная причина для того, чтобы ты был любим мной. Вот интересно, бабки, мать и вера в тебя. Вера не переходит. Человек сам должен обратиться. Мусульманин может породить мусульманина, христианин не может родить христианина. Но здесь именно что-то есть такое. Какие у тебя были предки? Вот разговариваешь с людьми, никого не было в природе. Ты первый, начаток. Ну и будь свят. Ну а если они были неправильные? Неправильное, значит, переходит к тебе. Если связано с нечистой силой, переходит к тебе. Надо здесь корни-то вытащить наружу. Я раскаюсь из-за родных, из-за близких, из-за дальних. Все это было от дьявола. Теперь прими меня, Господи, обновленного покаянием и исповедью. И, конечно, пить имя должна быть суровой за это. Другая похвала. Тимофей произошел не от неверных родителей, а от верных, хотя и из иудеев. Однако отец его был грек. Смотри, как начал разрушаться закон при существовании связи такого рода. Так как доблести предков, если и мы, таковы, прославляют нас, если же нет, служат скорее к нашему осуществу. Предки какие были? К осуждению, может быть. А как у вас? У меня с той и с другой стороны все были верующие. И деды все, и бабки. До одной. Притом очень верующие были. Когда в советское время ничего нельзя было даже в руках иметь, наш дед собирал и считали. И я помню это. Еще книги сохранили из Златоуста. Печатные с деревянными корками. Предки влияют. Поэтому апостол говорит, Я убежден в том, что вера предков твоих есть и в тебе. Итак, ты имеешь веру нелицемерную, еще от предков утвержденную и немогущую колебаться. Все. А у меня по маминой линии только семь поколений священства. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...